Всероссийский конкурс Участник полуфинала Реально примет активное участие Поэтому первоначально предполагалось, что в конкурсе примет участие не более 10 тысяч человек Вы видели сейчас на вступительном ролике, что почти 200 тысяч стартовых заявок Что нам пришлось сделать вместе с экспертами? Нам пришлось ужесточить задания для конкурсного отбора Понимаем, что через эти задания, особенно потому, что туда кроме управленческих требований Были включены еще и задания, связанные с общим уровнем знаний Таких важных знаний, как знания истории нашей страны Географии нашей страны, русской литературы Наверное, можно поспорить и сказать, что это не совсем управленческие качества С другой стороны, мы глубоко убеждены, что не зная истории своей страны Трудно претендовать на роль лидера в России Поэтому это были жесткие конкурсные задания В ограниченное время тоже было достаточное количество людей Которые жаловали, что им не хватило времени для того, чтобы пройти задания Но вы знаете, у нас была понятная логика Во-первых, нельзя было давать много времени, чтобы не возникло рисков Пересказа друг другу задания, то есть мы защищали таким образом от возможности списывания Ну а во-вторых, вы знаете, способность работать в условиях дефицита времени В кризисной ситуации, способность управлять своим временем И найти, несмотря на загрузку, а все вы люди очень занятые, состоявшиеся, уже успешные Тем не менее, способность в такой ситуации найти время, правильно расставить приоритеты Это тоже один из критериев отбора, который использовался при проведении этого конкурса Поэтому, да, впереди у вас серьезные испытания Центральный федеральный округ самый активный Это единственный округ, в котором у нас два полуфинала Самая первая задача, конечно, попробовать свои силы Оценить в рамках страны, где я нахожусь, сильные, слабые стороны Куда стремиться, что развивать Конечно, хочется победить, хочется получить грант И, как бы, повысить свою квалификацию в области управления Хочется получить MBA Вот такая основная цель Ну и плюс, конечно, узнать новое, пообщаться с коллегами Кого вы видите своим наставником? С кем бы вы хотели работать? Наставник, наверное, хотелось бы Роскосмос Все-таки близкая сфера в промышленности Вот стремлюсь туда Для себя вижу цель участия в этом конкурсе Это получение новых знаний, навыков Общения с новыми людьми Ну, провести приятное время И результат пройти в финал Кто такие лидеры России? Это патриоты, которые стремятся, чтобы наша страна стала лучше Для ЦФО сделали исключение Из-за большого числа участников приняли решение проводить два полуфинала По 300 человек в каждом Центральный федеральный округ был назван самым активным в России Из 200 тысяч участников 70 тысяч его представителей Самые многочисленные команды из Московской области и Москвы В полуфинале конкурса «Лидеры России» по Центральному федеральному округу Орловщину представлял Василий Воробьев Он заместитель прокурора заводского района Конкурс проводится по поручению президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина Имеется государственный заказ на кадры, на управленческие кадры Повышение эффективности работы управленческих кадров Поэтому я посчитал возможным принять участие в данном конкурсе Что лично ждете вы от этого конкурса? Приобретение соответствующего опыта И, соответственно, проявить себя Проигравших быть не может Это как раз тот случай, когда участие победы одинаково значимы Все попавшие в полуфинал не в резерве А на передовой напутствовал первый заместитель и руководитель администрации президента Сергей Кириенко Ничего, кроме воли, стремления к победе не работает Все попавшие в полуфинал Это уже мощнейший кадровый резерв Но открою маленькую тайну У нас сейчас была дискуссия с коллегами-губернаторами С Андреем Юрьевичем, Алексеем Геннадьевичем Андреем Евгеньевичем О том, что построена она была по принципу Моих не трогайте Значит, они мне самому нужны Это правильно Это, в общем, очень правильная история Потому что за вас будет конкуренция Вы знаете, что у нас есть решение президента О том, что у нас есть определенное количество вакансий Даже в администрации президента Которые мы предполагаем заполнять В том числе из участников конкурса Да, у нас конкурс не за назначение на должность По понятной причине Поскольку мы исходили из того Как я уже сказал, что главное Отобрать квалифицированных управленцев И инвестировать и средства И время лучших управленцев страны В повышение квалификации В повышение профессионального мастерства Кто куда захочет идти Человек может победить в конкурсе И никуда не захотеть уходить С своего места Его право Слава Богу, он будет лучше работать На своем сегодняшнем месте Но, тем не менее, задача присматривать людей есть В целом в ряде ведомств открыты вакансии Большое количество руководителей регионов Заявило о том, что они из своих победителей Полуфиналистов И из чужих финалистов И, значит, полуфиналистов Намерены выбирать себе Квалифицированных людей Для дальнейшей работы Думаю, что перед каждым из вас Открываются уникальные возможности По дальнейшему росту Ну и, честно говоря, даже сам факт Того круга людей, который сейчас собрался В этом зале, тех людей, с которыми вы вместе Участвуете в конкурсе Это уже очень высококвалифицированные Можно смело сказать Управленческая элита страны И это очень серьезный шанс И очень серьезная возможность для вас В перспективе А значит, хорошая возможность для страны Знаете, пожалуй, главное Я вот, собственно, сам сказал Что вы все уже в кадровом резерве Крень неправильно Вы не в резерве Вы уже на передовой Конкурс лидера России Стал самым прозрачным Самым высокотехнологичным И самым всеобъемлющим конкурсом лидеров И я уверена, что эти технологии Уже будут взяты под карандаш Всеми губернаторами Всеми крупнейшими корпорациями И это станет хорошей традицией Выбирать и отбирать Лучших из лучших Не по принципу брата сват А по принципу профессионализма Знаний И реальных проектов Которые требовались для конкурсантов Мне очень хотелось бы, чтобы Из финалистов Из тех людей Кто выйдет в финал И получит гранты Все-таки Не только Карьерный путь Чиновников Или сотрудников Госкорпораций Ребята выбирали А выбирали Профессии В области Гражданских И общественных Деятелей Вы знаете Наша страна богата На ярких Талантливых людей Мы как представители Общественной палаты Это видим И поддерживаем И я считаю, что Именно такие люди Будут успешны И будут создавать Вокруг себя Новую добавленную историю Ну и конечно Хотелось бы пожелать Женщинам Которые участвуют В этом конкурсе Их в этот раз Около 15% Все-таки успехов Потому что Женщины Могут Эффективно Управлять Быть лидерами И в образовании И в социальной сфере И в сфере Общественных проектов И на производстве И в управлении Поэтому вот Мне хотелось бы Наверное Болею за наших финалистов И буду тоже На этапе финала Отслеживать Каждую судьбу Яркого, талантливого Конкурсанта Но конечно же Для меня очень важно Как проявить себя Женщины Лидеры России Это словосочетание По мнению присутствующих В зале гостей Участников Характеризуют Руководителей Ряда регионов Глава Московской области Андрей Воробьев И губернатор Тульской области Алексей Дюмин Обратились к лидерам Будущего Сегодня как никогда Востребованы Квалифицированные кадры Грамотные управленцы Ваши идеи Нужны уже сейчас Мы в вас Заинтересованы Звучала со сцены Для меня Большая честь Очень приятно Присутствовать Здесь Имеет возможность Выступить Представить Подмосковье Которое Все мы очень хорошо знаем И конечно Рассказать О том Чем занимаемся мы И Что мы ждем Действительно В куларах Перед встречей Мы говорили о том Что здесь Отобраны Люди подготовленные Люди Которые Прошли через Большое Серьезное Сито отборов И проявили себя С лучшей стороны Поэтому мы Губернаторы Можно сказать Пришли уже На все готовое Я хочу Подтвердить Наш интерес К диалогу К партнерству К сотрудничеству Не так давно Здесь За партами Мы так же сидели Слушали лекции Проходили Регулярное обучение Спасибо Сбербанку Валерия Катькала Здесь присутствует И нам Подарили много книжек Одна из них Выбирать сильнейших Эта книжка В библиотеке Сбербанка Лично в моей жизни Заняла очень заметное место Потому что Специалист Который Описывает Успех Который Описывает Способ достижения цели Как раз Делает ставку На людей На самых достойных На самых профессиональных На важность Создания команды Выделение Каждому В этой команде Своей роли Своей компетенции И Слаженной работе Я очень надеюсь Что здесь И в этой аудитории И Другие регионы Которые Проводили этот конкурс Как раз Смогли собрать Самых достойных У нас Под Москвой Большие планы По Модернизации По Управленческому Совершенствованию Поэтому мы ждем вас И в системе образования И в бизнес Индустрии И в системе Здравоохранения Везде Нужны Грамотные Управленцы Наверное Самый Первый вопрос Который мы задаем Преимущественно Молодым людям Какая у тебя Мотивация И что ты уже Смог реализовать Внедрить Я очень надеюсь Что присутствующие В зале Коллеги Действительно Смогли В своей жизни Не только Пробиться Через это Мощное сито Но смогли Реализовать Свои маленькие Средние Небольшие проекты По роду нашей деятельности По роду Той спецификой Которой мы Занимаем Губернаторский корпус Нам часто Приходится Выступать Перед Большое количество Аудитория Это как Регионального уровня Как Российского Так и Международные Различные Конференции Форумы И так далее И когда Ведешь Диалог Залом Чувствуешь Обратную связь И чувствуешь Некую ауру Которая исходит От этого зала Вот я хочу поделиться Своим впечатлением Что я Сейчас чувствую Находясь в этом зале Я чувствую Во-первых Устремленных Цель устремленных Знающих Понимающих И уверенных Себе людей Которые Ставят перед собой Цели Ставят перед собой Задачи И достигают Это очень правильно Это очень важно И это очень необходимо Время движется Вперед Модернизируется Российская экономика Приходит на Смену Новые технологии В которых Надо разбираться В которых Надо понимать Все мы Андрей Юрьевич Уже говорил И этого не стесняемся Мы идем В ногу со временем Мы делаем Определенные вещи Которые Познаем Познаем Вместе с вами Потому что Те процессы Которые происходят В современной жизни Они Очень Быстро Показывают Определенные результаты Меняются Постоянно И конечно Надо Находиться В ногу со временем Я уверен Что Те люди Которые находятся В этом зале Которые вышли В полуфинал Как сказал Сергей Валерьевич Они уже Победители Они уже Достигли Определенных результатов Вы Уже Востребованы Вы Не будущее России Вы Уже Сегодняшний день Для того Чтобы Наступило Будущее Нужно Много Сделать Именно Сегодня Именно Сегодня Приложить Определенные усилия Чтобы наступил Завтрашний день Конечно В современной России Нужны люди Которые Думают Нестандартно Взвешенно В том же Время Грамотно И конечно Не работают По шаблонным Стереотипам Все Это необходимо Для того Чтобы Россия Просветала Россия Двигалась Вперед И конечно Этот конкурс Дает вам Определенный Импульс Для Вашего Профессионального Для вашего Карьерного Роста А в целом В совокупности Это конечно Определенные Позитивные И Эффективные Моменты Для России В целом У нас есть Прекрасные Возможности Которые мы можем Вместе с вами Реализовывать Сказал временно Исполняющий Обязанности Губернатора Орловской Области Андрей Клычков Сергей Владимирович Я думаю Что самый главный Итог Сегодняшнего Конкурса Сегодняшнего Полуфинала Уже Налицо Два губернатора Вышли И каждый Пытается Показать свою Область Как она хороша Чтобы к ней Все ехали Здесь есть Среди вас Один представитель Орловской Области Я его сразу Приглашаю Не надо никуда Заезжать Но Так как У нас область Маленькая Небольшая По размерам Но я вам честно Скажу Что она во многом Отличается И от Московской Области И от Тульской Области У нас есть Прекрасные возможности Которые мы можем С вами вместе Реализовывать Но говоря о серьезном Все-таки Действительно Задача стоящая Перед стороной Требует Нового подхода Нового мышления Новых видов Решений Которые сегодня Позволят выйти Из сложившейся ситуации И мы безусловно Заинтересованы В таких подходах И новых людях Которые будут Помогать их Реализовывать Поэтому Я очень благодарен Президенту Очень благодарен Организаторам Конкурса За то что мы Даем новый виток Развитию Управлического потенциала На территории Орловской области У нас есть Большой по кадру Потенциал 36 тысяч Студентов Высших учебных Заведений И я надеюсь Что по стопам Сегодняшнего Полуфинала И финала Мы сумеем Реализовать И региональные Подобные Форматы Для того Чтобы действительно Дать возможность Молодым специалистам Людям разных специальностей И разных направлений И бизнеса И гос И муниципального управления Получить возможность Для реализации Поэтому Поздравляю всех Сегодняшних Участников полуфинала Желаю вам побед На сегодняшнем этапе И на финале Ну и Приглашаю всех В Орловскую область Спасибо Детали обсуждаем В интервью Андрей Евгеньевич Сегодня мы присутствуем На важном этапе конкурса В чем польза Таких конкурсов По нашему мнению Знаете Это по сути Новый виток Развития Нашего управленческого потенциала В России Я очень рад Что молодые люди Не побоявшиеся Показать свои возможности Это более 200 тысяч человек Со всей стороны Которые подали заявки Для участия в конкурсе Лидеры России Сегодня Вот 2,5 тысячи Дошли до полуфинала Это те люди Кто показали знания Показали умения Показали самое главное Желание Созидать Творить Придумывать новые идеи В том числе В управленческих направлениях И отрадно Что есть представители бизнеса Есть представители госструктур Потому что Когда мы рассуждаем По развитию любого региона Мы в первую очередь Думаем о том Что привлечь инвестиции Именно финансовые Но мне кажется Самая главная инвестиция Региональная Это человеческий капитал Это те люди Кто будут творить Кто будут привлекать инвестиции Кто будут создавать новые решения И в Орловской области Мы максимально заинтересованы Чтобы действительно Те молодые люди И не только молодые люди Имеющие опыт Кто желает Созидать Развивать Предлагать новые идеи Как модно говорить Креативно мыслить И иногда нестандартно Чтобы эти люди Находили свое место И не было никаких подходов Брат ЦВАД Самый главный критерий Это знание Умение И желание работать И я уверен Что по итогам Сегодняшнего конкурса Ну конечно Мы заинтересованы В том Чтобы в управление Пришли наши Орловские ребята Полуфиналист Есть От Орловской области Вы готовы С ним дальше работать Вы с ним знакомы Вы с ним обсуждали Какие-то детали Дальнейшей работы Мы пока не обсуждали Но сам факт того Что наш представитель Дошел до полуфинала Уже показатель Действительно Кто уже здесь Это уже победители И наверное Не самым показателем Является прохождение Полуфинала Или финал Это главное Иметь желание Поэтому надеюсь Что мы будем Уметь возможность Повзамодействовать С полуфиналистом Нашим Воробьевым Сотрудник прокуратуры Я думаю Что мы найдем Применение в области Но самое главное Нам нужно организовать В области Подобный механизм Социального лифта Вертикального Социального лифта Например Что можно сделать Для молодых людей Которые хотят Работать в вашей команде В администрации Или быть просто Полезной регионом Мы уже неоднократно На протяжении Последних трех месяцев Проводили встречи В молодежной аудитории И видите Как горят глаза Я прекрасно понимаю Что нужно создавать условия Для развития любой идеи Будь то научная Будь то теоретическая Какая-то миссия Которую человек Хочет реализовывать Поэтому до 1 марта 2018 года Поставлена задача О внесении изменения В наше нормативное Регулирование в области По созданию Так называемых Вертикальных социальных лифтов После 1 марта Мы вынесем его На общественное обсуждение Для того Чтобы запустить Подобные предложения Чтобы ребята С районов С областного центра Могли поучаствовать И не испытывать сложности Может быть иногда придуманные Даже что Только по знакомству Можем попасть в управление И большой интерес Проявляют сейчас представители Крупного бизнеса На территории Орловской области Которые нуждаются В опытных управленцах В креативных управленцах Если хотите И безусловно В органы государственной власти Поэтому я готов пригласить И в свою команду Людей Мы должны встретиться Пообщаться Определить пути развития И вместе работать Готовы ли вы Обратить внимание Дальше сотрудничать С представителями Других регионов Которые себя Проявят С положительной стороны На этом конкурсе У нас принято считать Что центр внимания И развития Это Москва Санкт-Петербург Московская область Крупные регионы Но на самом деле Центр развития В другом месте В нашем случае Это Орловская область Мы обладаем Огромным потенциалом И экономическим И социальным Самое главное Человеческим Потенциалом У нас огромное количество Вузов 226 специальностей Только в властном центре И мы готовы Дополнительные условия Создавать По развитию Этот потенциал Чтобы человек Желающий работать Имел возможность Развиваться дальше И получать новые знания Получать новый управленческий опыт В том числе Поэтому Вот уже переходя Скажем так К весне Когда будут подготовлены Изменения в нормативном содержании Думаю, что мы можем На уровне Ближайшего знакомства Организовать взаимодействие С органами государства Муниципальной власти Представителям бизнеса И дальше уже Развивать это направление На территории Орловской Ну и в качестве точки Ваши пожелания Лидерам Сегодняшним И потенциальным Все те, кто сегодня В зале Уже находятся Это уже победители Но самое главное Наверное Не только Главное находится Не только в этом зале Лидерами не рождаются Как гласит Один из лозунгов Сегодняшнего конкурса Лидерами становятся Для этого нужно пройти Достаточно тяжелый Путь Не жалеть себя И если ты себя не жалеешь Ты вкладываешь В свое образование Самое главное Ты любишь свою страну И желаешь Ее развития Процветания Это залог успеха Поэтому я всем Желаю любить свою страну Не жалеть себя И как можно больше Работать над собой И над тем Что тебя окружает Ректор Российского государственного Социального университета Наталья Починок Инициативу Андрея Клычкова Поддержала Региональные лидеры Звучит гордо Я считаю Что с такими конкурсами Будущее Именно таким образом Можно социальный лифт Реализовывать Если посмотреть На статистику конкурса То только 6% Это чиновники То есть это свежие Высокопрофессиональные Новые люди Из разных отраслей Из сферы культуры Из сферы образования Из сферы промышленности И это то Что нельзя увидеть Используя старые Традиционные методы Выбора кандидатов На руководящие должности И тот подход Который лучшие Наставники страны Смогут поработать С финалистами И дать им Действительно тот шанс Это то Что нужно тиражировать Я очень надеюсь За таким примером Очень активного Губернатора Орловской области Последуют и другие Губернаторы И руководители Муниципальных образований И руководители Крупных и средних предприятий Это очень важно Финал конкурса Будет проходить 7 по 10 февраля В Сочи В медиа-центре Сириуса В итоге 300 финалистов Со всей страны Станут обладателями Гранта По миллион рублей И бесценного опыта 100 победителей Конкурса Получат сертификат На прохождение Образовательных программ По управленческой тематике И наставников И числа лучших Управленцев страны И это только начало Конкурс уже назвали Главным билетом в будущее Наталья Пехтерева Андрей Борискин Телеканал Первый областной Продолжение следует...